Да, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Приветствую гостя студии, руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Абжерин. Алексей, добрый день. Добрый день. Если кто-то задается вопросом, сейчас кто такой Алексей Абжерин, ну давайте одно из дел Алексея упомяну. Дымка. Четыре дома на Комсомольской, украшенные в дымковском стиле. Это именно Алексей и его коллеги. Ну и плюс еще вход в парк имени Кирова на перекрестке улиц Горького и Азина. Ну, про дымку мы чуть позже еще поговорим, я надеюсь. Перед этим я хочу напомнить о том, что на сайте эхохирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы можете задать вопрос гостю «Особого мнения» с помощью специальной формы, которую можно легко найти на нашем сайте эхохирова.ру. Итак, очередная идея клуба маркетологов, информация, которая появилась недавно в СМИ, идея очень широко начала обсуждаться. Я имею в виду, сейчас, если ошибусь, Алексей, поправляйте меня, оформление некоторых объектов, в том числе домов, в Советске в стиле кукарского кружева. Все верно? Ну, это одна из частей. Я думаю, не надо объяснять, почему Советск, почему кукарское кружево, потому что Советск, собственно, родина этого знаменитого промысла. Кстати, есть легенда, что корни-то иностранные у кукарского кружева, что якобы голландка учила кукарских мастериц этому ремеслу. Как говорится, кто воспитал ребенка, тот и отец. Поэтому все же промыслы, они не были исконно там, с момента сотворения мира. Допустим, дымковская игрушка 400 лет назад тоже, может быть, кем-то была завезена. Есть такая версия. Возможно, какая-то полиэтничная, сказать, присутствие. Да, но она впитала алятский дух уже за 400 лет. То же самое кукарское кружево. Итак, кукарское кружево. Вот именно в этом стиле. Идея ваша лично? Ну, клуб маркетологов, это совместный труд. Работало 17 человек и еще несколько дизайнеров, которых мы даже не знаем, скажем так, привлекались. А идея-то так возникла спонтанно, из ниоткуда, из воздуха, не знаю. Ну, как, откуда берутся идеи? Была потребность год или два назад, когда началась эта волна по туризму, по развитию внутреннего туризма. Это в России, в Кирове тоже у нас происходит. И мы немножко подумали, что пока тяжеловато приглашать туристов в очень большом объеме в Киров. И мы решили предложить, в том числе, параллельно. А почему тяжело? Ну, скажем так, конкуренция же большая между городами. Все равно в разных городах есть что показать. А, но если даже брать города того же Преумско-федерального округа. Да, там даже Шкарова, та же Казань, там, конечно, ресурсы, другие впечатления и так далее. Тем не менее, хочу сказать, что работа делается большая. Работа делается на всех уровнях, и власть, и бизнес-сообщество делает эту работу. И, конечно, вот этот, ну, сейчас в росте, внутренний туризм, сейчас в росте, это хорошо. Плюс мы решили, ну, предложить параллельную идею, которая усилила бы в комплексе этот вопрос. Сделать популярным тур выходного дня для кировчан в районной области. Потому что есть потребность куда-то съездить, что-то повидать, чему-то нового увидеть. Вот, но, допустим, сейчас денежек уже, ну, мало всего. Тур выходного дня, это параллельно с правительством Кировской области? Потому что мы знаем, что в прошлом году как раз-таки правительство... Да, 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 видите, мы же консультировались, это все уже обсуждалось еще два года назад. А, то есть это совместный проект, можно сказать? Ну, да, это был общий нас, как общество, так, давайте так назовем. Потому что привлекались в правительственной области все заинтересованные лица. Кто там первый это произнес, сейчас не будем даже вспоминать. Значит, что в том числе не только в Киров можно приглашать гостей, но и кировчан в районной области. То есть внутренний продукт создать, вот прямо так. У нас примерно 10-20 районов, которые могли бы систематически каждый выходной день по автобусу организованных туристов привозить семейных. То есть мы не говорим пока об индивидуальных путешественниках, там другая ситуация. Вот, и мы решили клубом-маркетологом отмерить день рождения, очередной 8-й день рождения летом, мы решили такой тур создать на примере советского района. Потому что глава района очень заинтересован был, мы с ним давно знакомы, он говорил, Алексей, помогите что-нибудь там сделать. Ну вот мы решили для себя отказать систему, да. И увидели, что очень много туристических точек, из которых можно составить маршруты. Что вы непосредственно увидели в советском районе? Ну, например, там есть прекрасный пожарный... Я сейчас скажу, что укаблю, я... Пожарная Каланча, например, Чарушинская. Мы не знали об этом, что она Чарушинская, мы не знали о том, что можно на неё забраться и посмотреть с высоты пищи полёта на Советск. Это было впервые нами узнено в ходе нашей исследовании, когда мы изучали вопрос. Есть от Смоленцев ключ, например, есть там дом Кучихи-Лебедевы, про который сами, там, с красотой ничего не сказать, но дом такой красоты, что таких киры ещё поискать. То есть очень красивый дом. Конечно, там очень много интересных точек. И мы создали такую презентацию, где, кроме того, что раскрасить чего-то там, люди-то видят только это, в первую очередь. Это... Там было несколько граней этого проекта. Вот. И оформление, визуализация, допустим, чем-то известным для Советска, да, но в частности мы кукарскую кружу предложили как наиболее известный элемент. Это только лишь одна из граней этого проекта. Там много других сфер задеты, как плюсы, так и минусы, какие резервы, что можно сделать. Ну, давайте на всём подробно. Да, целый алгоритм заложен, презентация в «Городном доступе». Она есть и на странице «Клуб маркетолога», и у меня на страничках, где можно скачать. И любому району можно брать и делать. Там все шаги описаны. 16 шагов, что надо сделать. Вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. И чтобы создать вот этот регулярный туристический поток каждую субботу и каждое воскресенье. Понятно, что этот проект, ну, нельзя назвать стопроцентно законченным, но он в высокой степени готовности, там, процент на 90 он проработал, скажем так. Вы ставите себе какие-то сроки? Ну, сроки какие? Наша сейчас задача вот на этой фазе, она выполнена. То есть мы как бы дали концепцию, дали алгоритм. Это универсальный алгоритм, уже не я один так считаю, уже люди звонят, говорят сами об этом. Который можно использовать не только в Кировской области, но вообще в любом другом. То есть есть вот населенный пункт, например, да, какой-нибудь райцентр. И вот он бы хотел, чтобы к нему был систематический поток туристов. Вот «Бери и делай» называется. У нас вообще принцип такой «Бери и делай». Вот. И мы эту презентацию, как Едымковскую, сначала широкой общественности показываем, и дальше ждем заинтересованных лиц каких. То есть здесь, чтобы что-то состоялось, нужна энергия первого лица. Какого первого лица? Это, конечно, главы районов. Вот те главы районов, которые были тогда на заседании правительства Координационного совета, они очень заинтересовались, стали приглашать, и в Слободской давай приезжай, хоть тайно, хоть явно, там и Вятские поляны, и Воричи. И, насколько я знаю, завтра в Вятских полянах наши презентации будут уже показывать, ну, делиться этим делам. То есть движуха такая пошла, круги по воде пошли. Так, еще раз напомним, презентация универсальная. Да, она универсальная. Ее можно приложиться на... Да, она просто на примере конкретного советского района изображена, но, тем не менее, задача сразу ставилась такая, что ее можно просто брать и делать в любом практически районе, в котором у нас есть. Все зависит от энергии первого лица. Если будет желание это дело доводить до конца, то будет. Что касается советского района, то Андрей Владимирович уже тоже проводит заседание. Это глава района? Да, у него 5 апреля будет эта встреча, она в районе, со всеми заинтересованными сторонами. И там будет и бизнес, и туристический, и просто спонсоры будут, и жители города, и так далее. Ну, то есть все заинтересованные лица, какие могут быть, все там будут. Вот, и, соответственно, я вижу, что уже первые шаги пошли. Вот. Тем более, что там предложено, конечно, решение экономичное. То есть там нет дорогих решений абсолютно. Ну, давайте вот по порядку, вот это по-простому объясним жителям Кирова. Выходной день наступает, мы приходим в определенное место, где стоит автобус. Так. Да? Покупаем билет. Да. Тут же. И едем. Да. Приезжаем в Советск, и что мы видим там? Ну, во-первых, мы по дороге играем в интересные игры на знание фактов истории Советски. Чтобы люди ехали не молча 2 часа, угрюмо, вот, но смотря, а именно как-то уже коммуницировали между собой, и так далее. Дальше, в зависимости от маршрута. Вот там центральное место презентации занимает такая таблица, где собраны почти все точки, которые могли бы вызвать интерес, но физически за один день их не посмотреть. Поэтому были скомплектованы различные маршруты. Причем они комбинированы все. То есть там можно по природному принципу, а можно вообще по тематическому принципу все сдавать. И дальше человек, ну, например, там посещает пожарную каланчу, взбирается на нее, делает там снимок, например. Потом едет, например, там, ну, к какому-то еще. Например, у них такое неохваченное место, как магазин по продаже хлеба. Всего лишь обычный районный магазин. Оказывается, это магазин коноплевского хлеба, по-моему, или предприниматель, который печет хлеб. У него вся область просит, магниты просит, пятерочка просит, он не дает. Почему не дает? Ну, считаю, что вот ее производство вот в таком объеме достаточно. Кормит свой район эти хлеба. Хлеб наивкуснейший, это я давно знал. Но мне думали, что люди выстоят очередь, купят себе домой хлеба, различных там плюшек, булочек, еще и селфи сделают, еще и в интернет выложат. Вот такая движуха вот идет, вроде бы такого объекта. А для района жителей, например, этот объект, ну, ничем, ну, просто магазин и все. Обычно, небольшой. А у туристов вызывает это большой интерес. Обязательно нужны мастер-классы, мы там прописали. Часть мастер-классов делается, часть еще не делается. Мы предложили в качестве перспективы. Например, когда делается мастер-класс по кукарскому кружеву, женщинам очень интересно, а мужчинам не интересно. Для мужчин у них есть прекрасное направление глины. Можно что-то из глины делать, но это направление мало кто знает о нем. Поэтому кукарское кружево может вытянуть глину здесь, соответственно. Поэтому мы еще предложили собрать все ремесла и сделать кукарское кружево в одном здании. То есть сейчас у них разгросано все и так далее. То есть презентация там многогранная, она конкретная, практическая, то есть глины делать. Финансовая сторона вопроса. Финансовая сторона вопроса. Мы сразу ставили задачу на самоокупаемость выводить. То есть мы, когда считали, сколько может стоить такой тур, ориентировались на вилку тысяча-полторы за человека. Потому что меньше нереально будет, скорее всего, потому что даже автобусов все равно затраты. А больше уже, наверное, люди не поедут. Тысяча-полторы это что входит туда? Вилка, туда входит проезд, питание. Значит, экскурсии, мастер-классы и так далее. Вот это все, весь набор. Это все на один день? Да, это один день. Тур выходного дня. Утром, вечером обратно? Да, вечером обратно. Там можно дальше приезжать на большее, но это мы качественно до продажи предлагаем сделать. То есть не сразу продавать большие туры, скажем, двух-трехдневные, недельные. А уже потом, когда человек уже впечатлен, ему все понравилось, он едет обратно и уже смотрит на следующее предложение. Так вот, мы вышли в цену 1357 рублей. Плюс мы еще посчитали, причем избирательно посчитали, что человек в среднем в 983 рубля ставит еще денег своих в плата сувенира. Там что-то на память, конопольский клип тот же самый купит и так далее. Вот эти вот вещи. Так трудно загадывать, честно признаться, сколько там человек выложит. Ну, мы сделали расчет именно такой грамотный. То есть мы взяли, что 20% купит какой-то сувенир подороже, там за 500 рублей, там 80% купит за 150 рублей сувенир. Скорее всего, так оно и произойдет. То есть мы вот избирательно подошли и вышли в цифру 983 рубля. У нас там товарищи есть в презентации. Вот, поэтому, ну, примерно вот мы считаем, что вот, когда мы перемножили на число туристов потенциального года, то получилось 7 миллионов рублей. Вот, может, поток 3000 человек в год могут дополнительно дать валы оригинального продукта. Причем это только капля моря, потому что будут повторные поездки, будут индивидуальные туристы, 100%, то есть и так далее. Вот. Слушайте, ну, я сейчас прикидываю, это 1300, да, с небольшим рублей. По личному опыту, чтобы съездить в Советское и вернуться обратно, ну, 1000-то минимум надо выложить на бензин, получается, да? Если отдельно ехать? Да, если отдельно на сотовом автомобиле ехать. Насчет 1000 не знаю, у меня дизельная машина. Да, у нас поэконом у меня у нас получается. Я имею в виду бензиновый. Так, к кухарскому кружеву вернемся, что, собственно, украшать-то? Смотрите, ситуация какая. Делать туристический продукт и не оформляя ничего в городе, ну, как бы, наверное, это неправильно. То есть мы что предложили? Оформить стелл и визн в город. Нет, а вот эти картинки, да, вернее, фотографии, которые выкладывались повсеместно, это как раз в вашей презентации. Да, да, да. Стелл и в город. Значит, стелл с сердечками, я люблю, Советск, для селфи внутри города, 3-4, 3-4 предложили, остановка стилизованная, что еще, забор там был предложен и два дома буквально. То есть торец одного дома и дом ремесел, который еще вот этот. И нам показалось, что вот этот точечный подход уже бы сменил бы картинку о городе, потому что город визжаешь, ну, он как в тысячи других городов в России, то есть, ну, первым взглядом ничем не отличается. Так вот, что брать на отличительное, ну, это должно быть что-то отличительное, уникальное. Для Советска что? Ну, понятно, что Гукарская кружева номер один в голову приходит. Вот мы постарались это изобразить. Ну, большинству народу пока что нравится, то есть, мы с кем общаемся, большинству нравится. Подобные эти идеи где-то уже реализованы. Я накануне заглядывал в ваш фейсбук, вы в Нижегородской области выкладывали фотографии. Да, я вчера вернулся из Семенова, слушайте, там хохломал. В Семенове, там хохломал. Да, слушайте, да. И урны, и урны, и рекламные биборды, я там для себя есть, слушайте, набрал нормально. Это я еще не все успел сфотографировать, потому что там и бизнес-теллы также точно есть, я не успел сфотографировать, мы просто заехали, ехали буквально на час. Знали об этом раньше? Ну, я так, краем уха знал. Ну, опять же, скажу, смотрите, я человек незнакомый для Семенова, да, я там год назад узнал, что хохломал в Семенове делается. Просто, ну, мало кто, это четко связывает этот город с хохломой, хотя это столица хохломы, это правда, где там большая зона. Вот, и когда я приехал просто так в первый город, опять же, хочу сказать, если бы не было вот этих вот точечной стерилизации, у меня абсолютно следа никакого не осталось в этом городе. Вот проездом я был, да, а так, конечно, я был очень впечатлен, мне очень понравилось, я считаю, что это правильно. То есть то, что у тебя, если есть вот какой-то узнаваемый символ, которому много сотен лет, то, конечно, его надо пытаться только грамотно, стильно стараться его изображать, это использовать. Процент, собственно, реализации, вероятности реализации вот этих туров в Советском сейчас каков? В Советском? Можно уже говорить конкретно? Да, я хочу сразу сказать, что мы бы не начали бы этим заниматься, если бы Андрей Владимирович не был бы настроен решителем. Мы с ним общались еще лет. Глава районов. Да, 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 глава районов. Вот, потому что просто так сделать презентацию и все, это нам тоже неинтересно. Вот, допустим, мы Дымку тоже начали с презентации три года назад, и тем не менее уже первые практически шаги налицо, они есть. Так и здесь, настрой решительный, ну, думаю, что часть точно там, может быть, не еще сразу, но часть в этом году вполне реализовать. Вот, после 5-го числа посмотрим, что там, как, какой-то конкретный план действий они хотят составить. После совещания, соответственно? Да, 5-го числа. Непосредственно, да. Самоокупаемость, серьезная планка поставлена, сразу и на самоокупаемость. Может быть, какая-то... Или вообще не предполагает проект? Может быть, какая-то поддержка не потребуется вначале, но мы сразу считали на самоокупаемом его. Ну, связь действительно, ну, может, если можно так выразиться, отбить эти деньги, да, то есть, как бы, представить ту массу впечатлений, у которых у людей потребность есть. Тем более, что сейчас куда-то летать и ездить, ну, далеко, это достаточно дорого. А тут под боком есть интересные вещи, которых мы не знаем. Вот, мы же знаем, что в Кирове у нас развиваются там проекты пешком повятки и те же самые, еще что-то. То есть, это вызывает огромный интерес. Почему нам эту зону не расширять на всю область? Это очень много прекрасных районов, там у них есть что посмотреть. Кстати, по поводу проекта пешком повятки. Антон Касанов недавно, да? Один из авторов проекта в нашем эфире говорил, что наша область имеет шанс развивать так называемый красный туризм. Вот красному туризму место, в том числе в Советске, само название не говорит. Ну, смотрите, есть, конечно, у нас очень много есть, что посмотреть, вот если в Советске, точно не скажу, но, например, когда мы разные районы смотрели, то, если оставляли вот эти карты маршрутов потенциально, то, например, в том же Наринске есть Вихаревский дом, где там красноармейцы заживаться шли там и так далее. То есть там есть интересные все равно места, которые могут вызвать у туристов интерес, у внутренних туристов. Вот, я не знаю, вот именно отдельный красный туризм, он же в мире как-то применяется. В некоторых странах, в Чехии я слышал такое есть, там, где-то в Китае там. Китайцы любят в Ульяновск, в основном они на родину Ульянова-Ленина. Да, я, тем более, что у нас Сергей Миронович Костриков родился в Уржуме и так далее. Я думаю, что поле для этой работы существует. Перспективность не могу оценить. Думаю, что надо просто делать, смотреть. И я думаю, что определенное число людей заинтересуется таким видом туризма. А, кстати, по Уржуму делали тоже разработку некую? Я просто тоже уроженец этого города. Очень приятно. Особенно интересно. Очень мне нравится Уржум, прекраснейший храм, отличный храм. Может быть, он один из самых больших в Уржумской области. По-троицке. Да, значит, я, насколько я понимаю, там ссыльные архитекторы, по-моему, проектировали его, да, потому что рука такая, ну, серьезно, там, борт по храму. Очень интересный город с интересными ландшафтами, с интересными достопримечательностями. Сергей Миронович, опять же, куда денешься он там, родился и вырос, да. То есть мальчик из Уржума, сетишку читали в детстве, то есть как бы про типографию и так далее. Поэтому считаю, что очень богатая история город. Но в Китае эта работа уже проводилась? Ну, мы конкретно не проводили, видите, у нас не хватит просто сил. То есть мы сделали примере Советского района, да, а мы понимаем, что этот алгоритм хорошо ляжет и Уржумский район тоже. Почему? Потому что там действительно есть что посмотреть. Там, ну, я думаю, что несколько маршрутов там тоже можно разработать, вот согласно тому алгоритму, который мы предложили. Вы там на этом совещании у Советских будет присутствовать в Казах Числа? Да, меня приносили. Я сам еще раз презентую презентацию, вот эту покажу, чтобы, ну, от первого лица, как говорится, да, чтобы на себе вопросы сразу ответить. Объяснить у кого-то будут вопросы, наверняка и скептики какие-то будут, не без этого. А, участие бизнеса, можно еще поподробнее об этом? Участие бизнеса, я думаю, что какие-то будут искаться небюджетные источники. Но надо понимать, смотрите, то есть если дом в Кирове стоит полтора-два миллиона раскрасить в дымку, то торец дома в Советске это 200 тысяч. Вот порядок цен такой, то есть здесь разрешивали. Вот, все равно надо... Это и работа, и материал. Да, это все подключено. Стеллу то же самое мы обсчитывали, там, 120 тысяч, если в Алтае вырубить лазером из металла, это кукарское сердце, ну, покрасить что-то еще, ну, 150 тысяч, видимо, так. То есть вполне земные цифры, но их все равно придется искать. То есть, скорее всего, какие-то спонсоры потребуются. Я думаю, что найдутся в Советском районе бизнесмены, они там есть, которые любят свой город, и частичку своего труда, в виде денег пожертвовут на таком городе. Есть у нас время еще до перерыва, давайте вернемся к теме дымки. Будет ли она развиваться? Она все время развивается, заметная работа идет. О последних новостях, связанных именно с дымковским стилем. Ну, последние новости, перспектива, что? То есть, конечно, надо продолжать. То есть, 4 дома, это очень хорошо, очень большой идет поток позитивной реакции. И даже в вашей студии иногда люди даже иногородные, вот, от 8 марта эфир, мне было приятно слышать, что человек, эксперт в этой отрасли, Илья Качанов, заместитель министра по культуре и туризму Путбургской республики, назвал сам, без всякой подготовки, там, сам, как сам. Одно из главных впечатлений о городе, это именно эти дымковские дома. И это всего лишь один случай, а таких случаев, ну, если не сотни, то десятки точно. Вот я лично слышу это. Как вы получаете от этого отзыва? Различным путем, и в Фейсбуке, и личной при встрече, и люди благодаря, да, и, скажем так, ну, я же человек общительный, то есть, со многими общаюсь, то есть, поэтому информацию отовсюду, незнакомые люди говорят, даже опросы проводят сами, там, на остановках или ВКонтакте где-то еще, то есть, мне эти результаты предоставляют, то есть, по собственной инициативе, то есть, это все люди делают. Вот, поэтому, конечно, благодаря, особенно, те люди, которые уехали, может быть, сегодня коснемся еще уехавших людей, да, уехали, которые на Москву или что куда-то, да, то есть, они очень рады, они очень рады, и даже такие вещи говорят, что, слушай, Кира, что-то происходит, не пора ли вернуться, ну, такие намеки, так скажем, происходят, даже так. А критика? Насчет критики, да, я что хочу сказать, мы... Тоже есть? Да, критика есть, критика есть, и это нормально, абсолютно, я считаю. Ну, что хочу сказать, за время Дымковского проекта, за три года, было проведено очень много опросов, причем, там, большинство не нами было проведено, а наоборот, скептиками, там, или кем-то еще, вот, они проводили эти опросы. В общей сложности я считал, там, несколько тысяч человек, что-то около 10 тысяч человек, то есть, в этих опросах в общей сложности поучаствовал. Когда я посчитал в средний процент, кто за и кто против, то за получилось 80%. То есть, от 70 до 90% людей за, в различных опросах идет 80% среднее число. 20% против. Когда начинаешь общаться с теми людьми, кто против, из 20% примерно половина понимает, что, в принципе, проект не плохой. Потому что у них был недостаток информации, то есть, зачем еще, бюджет или деньги, и так далее, кто там, отпадет, не отпадет. Вот эти все вещи, когда вот проговариваешь с людьми, они успокаиваются. Или, например, кто-то говорит, красить надо, но не в дымку. Например, есть такие, которые против дымки, например, но они считают, что красить надо, но не в дымку. Начинаешь, когда объясняешь, ты понимаешь, ситуация какая. Дымка, она сделает уникальным. Мы же маркетологи, должны были принести уникальные решения, которые никто не скопирует, и так далее. А дома красят по всей России и по всему миру в различные сюжеты. Но если мы будем просто красить дома в какие-то сюжеты, то мы не будем ничем отличаться от других городов. Уникальность мы сразу утрачиваем. А дымка, она мощнейшая, и причем мы были удивлены такими всплесками интереса к этой теме. И, скорее всего, вывод заключился в том, почему эти кружочки цветные, это же просто кружочки, почему они вызывают такой живой интерес огромный, да? Потому что, наверное, что этому промоузлу 400 лет, он наш, он не навязан сверху, как красный человеческий периметр и так далее. То есть это не сверху скучное решение, это, по сути, снизу народный проект. До сих пор это не принято никакой программой, ничего. То есть это просто делается и все. Вот, поэтому скептики, они, как я говорю, скептики, они очень нужны. Это нужные люди. Благодаря им мы понимаем слабости какого-либо проекта. И можем либо разъяснить какие-то тонкости, либо учесть их предложение, которое на старте прозвучает. Однако при этом надо понимать, что если мы скептицизмом будем заражать все общество, всех нас, то мы никогда ничего не сделаем, мы с места не встанем и ничего не произведет. Это тоже надо понимать. Вот. Часть скептиков, в общем, я считаю, нормально общается. И даже если они не согласны, они общаются вполне корректно, с уважением. И просто мы аккомпанируем люди, как взрослые, как грамотные, как интеллигенты. И спокойно? Да, спокойно. И аргументированно. Часть скептиков, она скатывается в различные категории. Категории троллей, например. Причем некоторые люди с известной фамилией методилистараются делать, не знаю, зачем им это нужно. Категории желтой журналистики, не побоюсь этого слова. То есть это когда начинаются навешиваться ярлыки, даже не посмотрев прислугую презентацию по светскому. Уже начинается обсуждение этой презентации. То есть сначала надо было ее посмотреть, это первое. А потом уже вешать ярлыки там и так далее. То есть там будет сделано вообще нервный вывод. Категория, например, тех людей, которые считают, что мы наживаемся на этом проекте. Я вот сегодня в пост разместился в сетях, что скажу сегодня в эфире, сколько клуб маркетологов зарабатывает на этих проектах. На Дымковском, на Букарском и так далее. Потому что люди довешивают там миллионы и сотни тысяч. Говорите. Говорю. Очень точную цифру называют. Клуб маркетологов заработал ровно ноль рублей на этих проектов и не собирается зарабатывать ничего. Почему? Потому что это общественный проект, это наш дом. Мы делаем это все для себя, для нас, для жителей. И наше участие в этих проектах принципиально бесплатно. Да, есть дизайнеры, которые не являются членами клуба маркетологов, привлекаются под эти задачи. И им платятся какие-то там 10 тысяч за проект дома, там еще очень скромные деньги. Их обычно гонорарды в 3-4 раза. Это их работа? И то они делают это по сниженным расценкам в 2-3 раза, потому что их гонорарды гораздо выше. То есть в коммерческой сфере по 30-40 тысяч бы они брали за эти виды работы. И все, маркетологи работают бесплатно. Это надо как-то точку на это поставить. Я не знаю, все ли скептики, которые на нас денежные ярлыки навешивают, слышат нас сегодня, но обращаясь все-таки через ваш эфир, хочу эту тему как-то закрыть. Потому что это общественно, мы делаем это для себя. Это Киров и Вятский край, это наш дом. Мы просто его хотим, чтобы он был лучше, чтобы он не был серым, как раньше. Но что в домке-то мы еще увидим? В домке есть ряд объектов. Да, то есть это и дом Детский мир, и дом за торговым центром Лето. Есть у нас планы по другим объектам. И хотелось бы когда-нибудь и фигуру на везде город поставить в полный рост на 10-метровой высоты. Но сейчас все упирается в деньги, поэтому пока со спонсорами работают. То есть проекты есть эти, пока нам нужны проекты. Есть планы по общественному транспорту. Может быть здесь что-то получится. В общем, мы как бы стараемся, так как проект емкий, стараемся найти пока точки соприкосновения с тем, кто будет финансировать. А что сейчас спонсоры говорят, когда вы к ним обращаетесь? Со спонсорами, да, разговоры идут. Даже сами предлагали. Говорят, что не время, а время нет. Сами, знаете, жизнь поменялась. Тем не менее, мы считаем, что эту работу надо продолжать. То есть будем продолжать. И сейчас не буду пока заранее говорить ничего. Не говорить, пока не перепрыгнешь. Но думаю, что 2-3 объекта в этом году постараемся. Все равно в различной, пусть они степени там будут. Где-то больше, где-то меньше. Постараемся все-таки мы реализовать. А в районы есть? В районы? Ну вот в советском. Нет, я имею в виду с дымкой как раз. С дымкой в район, я не знаю, надо ли. Потому что у каждого района, допустим, смотрите, у советского, у карского кружева сильно. У иранского, например, прекраснейшая дворянская игрушка. Отличная она просто. На Линск матрешка. Да, на Линск матрешка. В котельниче, динозавры, в Орлове, шахматы. Там все свои символы, которые можно обыгрывать хорошо. Обыгрывать не глупо, а именно красиво, стильно, чтобы нравилось народу. И тогда хотелось с этим фоткаться. И опять же, для чего фоткаться сейчас в сети? Это распространение бесплатной информации. Это реклама бесплатная. Это тоже академичное решение, которое надо поддерживать. Давайте перейдем сейчас на небольшую рекламу. Я напомню, что мы беседуем с Алексеем Обжириным, руководителем клуба маркетологов Кировской области. Реклама. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Гость студии. Алексей Обжирин, руководитель клуба маркетологов Кировской области. 30 апреля, вы знаете, у нас очередной туристический сезон. Вы как-то участвуйте? Позовут будем участвовать. То есть еще не звали? Не звали. Не звали. Но готовы предложить. Идеи есть. Ну идеи какие? Мы не фонтренируем идеи, мы их стараемся прорабатывать. Поэтому мы выдаем не количество идей, а их качество. То есть, например, у нас проектов всего три клубных. То есть это покупая Авиацкая, мы помогаем, это раскрасим город Дымку. И вот сейчас по туризму, если закрутится, то вот он будет. Ну то есть вы частью, можно сказать, можете стать. Да, да. Поэтому мы не сторонники. Там 100 проектов на себя взвалить и ничего не сделать. Лучше как-то это. Да, поясню слушателям, мы договорились еще затронуть такую больную тему. Тему уезда из нашего региона. На постоянное место жительства людей в другие регионы. Киров-Статыч регулярно отчитывается по этим цифрам. И там нетрудно понять, что у нас количество выехавших, оно значительно превышает количество въехавших. Вот я нашел результаты опроса, который проводился ровно год назад, но чуть более года назад. Так вот смотрите, какие результаты. Проводился опрос по поводу того, из каких городов наибольший процент жителей хотят уехать. Вот на первом месте Ульяновск, 50% хотят жителей Ульяновска уехать. 50% же на втором месте Пенза, а на третьем месте наш город. 49,9%. Это проводил Центр общественного мониторинга «Точка зрения» и агентство А+. И сколько людей опросили, мне неизвестно. Вот тоже неизвестно. Цифра, конечно, шокирующая, что говорить. Владимир, Саратов, Рязань, Брянск, Иваново, Архангельск. Самый лучший результат, и где, в каких городах самый лучший результат? Самый меньший? Да. Вот этих, к сожалению, данных нет. Из вашего списка нет, только анти-лидера, да? Да, только анти-лидера. Ваша тема тоже беспокоит? Ну, как жителя Кирова, конечно, беспокоит. И что готовы сделать? Что готовы сделать? Готовы пока порассуждать слух, почему так происходит. То есть люди думают, что там, где нас нет, там хорошо. То есть вот здесь плохо, здесь все плохо, а там хорошо. И хотят уехать. Ну, мы можем, конечно, коснуться темы, почему там хорошо. Почему там хорошо? Потому что там люди что-то сделали для того, чтобы стало хорошо. Ведь там неположенно палочки стало хорошо. Ну, вот у меня еще данные еще одного вопроса есть. Там список городов, куда, в первую очередь, хотят, ну, конечно, это столица. Ну, это ясно. Допустим, да. Вот столица как медом не мазана. Меня самого лично спрашивали, почему ты не уехал? И так далее. У меня несколько знакомых людей, с которыми я в той же Москве учился. Они потом, после чего переехали в Москву, сделали некоторые люди блестящую карьеру. И в РАУ есть там кто-то, и кто-то свой бизнес там открыл и так далее. А, то есть ваша личная история, вы уезжали учиться, а потом вернулись обратно? Я уезжал, приезжал. Это программа MBA, там 6 раз я уезжал на месяц туда. Развращался обратно. То есть это в течение полутора лет учился. Ну, я и служил в армии в Москве, у меня и в паспорте город рождения Москва. Мне нравится Москва, мне нравится там иногда отдыхать, но жить я бы там не хотел. Почему? Потому что там очень много приезжих, в том числе из Кирова. И на мой взгляд, я могу ошибиться, но процентов 80 людей там не достигают успеха того, за которым они поехали. Почему? То есть да, они начинают получать там 50-60 тысяч рублей. Это, конечно, больше, чем в Кирове, это ясно. Однако на эти деньги, ну… Это кем можно работать? По официанту вот получать. По официанту, да. Буквально недавний разговор, я в Москве был последний раз, недели три назад, и разговаривает с официантом в торговом центре, он говорит, ну я не могу на 50-60 тысяч прожить. Вот он нам пожаловался. Молодой человек, он не из Кирова, но тоже не из Москвы. Вот. И я общаюсь с разными людьми, вот эту цифру слышу 50-60, 50-60, на эти деньги прожить в Москве невозможно. Почему? Потому что, и что получается? Человек получает, какой образ жизни? Образ жизни, сколько-то добирается до метро, сколько-то на метро, в которых, кстати, тоже пробки сейчас метро по людям, да, то есть некоторых метро в определенные дни там не продолжаются. И потом едет от метро до работы, проводит два часа туда на работу, два часа обратно на работу, или на машине, примерно столько же он проводит пробках. Вот. Какое-то время работа, темп, конечно, там сумасшедший достаточно. Большой, да, уровень специалистов там выше, это надо признать, уровень образования там выше, это тоже надо признать. Однако человек начинает крутиться, как белка в колесе. И если он принимает решение привезти с собой семью и купить какое-то жилье в ипотеку, он полностью себя связывает по рукам и ногам, абсолютно по завышенным ценам жилья, у которого пока еще даже нет метро, где-то там в лесу, за Москвой и так далее, потому что остальное просто не подняет. Но он же уже москвич. И человек, он, да, он москвич, но получает меньший уровень жизни, чем в Кирове. Те люди, которые достигают успеха, такие тоже есть. Я тоже лично таких знаю, несколько человек, скажем, да, немало таких людей. Они, знаете, в чем, они, они, кто-то не получает удовлетворения от этого успеха, кто-то начинает меняться, с ним уже невозможно разговаривать. Москва ломает людей. То есть Москва, она особенная. То есть там уже бывает так, что и друзьями нечем поговорить, даже такое бывает. То есть Москва меняет людей. Поэтому до финиша, до того желаемого финиша доходят единицы, сохранив себя, сохранив там интересы, не починив все работе и пробкам и так далее. Поэтому я всегда, когда с кем-то разговариваю, с одноклассниками или по поводу их детей, или еще с кем-то, просто с малъежью, со своими племянниками, крестниками и так далее. Неважно с кем, без разницы. Я всегда говорю, оставаться надо в Кирове. В Кирове можно большего достичь. Я вижу удивление на лице, когда говорю эту фразу. Они не понимают, как так. Чего именно достичь? Чего угодно. То есть смотрите, во-первых, надо просто... Сколько зарплаты можно достичь? Ну, конечно. Статуса? Да, конечно. Во-первых, надо работать в той работе, чтобы тебе дело это было по душе. Поэтому всегда всем советуем проходить профориентационные тесты на школьной стадии, чтобы люди уже понимали, куда им надо двигаться. Кто-то строитель, кто-то там, не знаю, управлитель, кто-то там, сантехник, я не знаю. И в любой профессии, если ты будешь заниматься с горячими глазами с этой профессией, к тебе всегда будет очередь из клиентов, всегда будет 2-3 лучших. Мы всегда ищем самого лучшего врача, самого лучшего, не знаю, сантехника, через знакомых по сарафанному радио. Всегда обращаемся к какой-либо специальности, к человеку, имеющему какую-то специальность. Поэтому в Кирове легче стать кем-то. Легче стать кем-то. То есть там ты будешь винтиком большой машины, тебе никогда никто не узнает, ты будешь получать больше деньги, но жить хуже, чем здесь. А здесь ты можешь на то, что ты будешь зарабатывать, ты можешь себе построить нормальный дом за городом. Ты можешь жить вообще за городом или в приличной квартире здесь. Ты можешь дать нормальное образование своим детям. Ты можешь купить машину, как хочешь посмотреть на машину в городе у нас. У нас нормальная машина абсолютно, не хуже, чем в Москве там и так далее. Может быть или нет, но надо ли еще обсуждать вопросы в этом. Так вот, если ты занимаешься любимым делом, тебе всегда будет очередь из клиентов, чем бы ты ни занимался. Любая профессия почетная, мы это с вами со школы знаем. Поэтому здесь ты сможешь кем-то стать и кем-то добиться. А в Москву ты, уезжая за переживанием счастья, попадаешь просто в каблу, и все. Вот это как бы в большинстве случаев, я не буду говорить 100% случаев, это, конечно, не так. Но в большинстве случаев так. И что происходит? Происходит, что мы сами, общество, родители и учителя, агенты влияния, мы сами толкаем своих детей, мы капаем на мозги, что надо отсюда съехать. Надо уехать, 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 уехать. И потом мы же ругаем все, что здесь есть. Плохие дороги там мы ругаем, плохую жизнь, вот здесь все плохо, а там вот хорошо. То есть мы сами, попадая в ловушку, толкаем своих детей уезжать, и попадаем в ловушку того, что нам не нравится здесь жить. И потом вот в эти вопросы мы отвечаем, что мы хотели бы уехать. Так, друзья, давайте логически рассуждать. Если мы хотим, чтобы здесь было хорошо, если мы хотим, чтобы здесь было классно, не хуже, чем там, в других местах, так давайте что-то для этого делать. Не ругать, а делать именно какие-то конкретные действия. Потому что даже общаясь по дымковским проектам, по кукарским, очень же скептики, еще одну группу не сказал, есть такие диванные критики. Есть такие люди, которые, что такое диванный критик? Это человек с умным видом, рассуждающий о том, в чем, ну, ничего не понимает. То есть, например, человек работает юристом, но обсуждает профессию маркетолога. Хотя он не имеет ни маркетинга, ни образования, нет у него опыта маркетинга проекта, но тем не менее берет на себя такую ответственность обсуждать это, понимаете? Это диванная критика, конечно, нам этого надо бояться и обсуждать то, в чем мы не очень разбираемся. Правительство региона конкретно как-то больше должно внимания уделять? Вы знаете, правительство понятно, да, конечно, оно должно время уделять, но нужны инструменты. Какие инструменты есть у правительства? Надо просто рассуждать. Вот смотрите, мы с вами, вот я как маркетолог рассуждаю, как человек, который живет в нашем городе и который любит город, рассуждаю так, что если мы хотим эту ситуацию как-то менять, то, конечно, нужно очень много общаться с кем? С агентами влияния. Сами школьники же, они что, они же слушают, что им говорят, они же пока еще только формируются, это же понятно. Кто самый главный агент влияния? Это учителя, это родители. То есть с ними надо проводить какие-то беседы, делать какие-то, знаешь, сайты, какие-то, может быть, создавать собрания. То есть надо эту движуху как бы увеличивать. Вовлекать молодежь в волонтерские проекты. Потому что когда человек не занят ничем, молодой человек не занят ничем, понятно, у него пустота, чем-то ветер, как и так далее. И при этом мы видим прекрасные примеры, когда молодежь помогает. Вот, например, в фотоаппарк, у нас не хватало спонсорских денег, нам помогали волонтеры из ЛИАДГУ, например. Отлично сработали фотоаппарк, перекрашивали. Я вспомнил разговор с одним из руководителей учебного заведения, как он гордился тем, что несколько выпускников учатся в Москве или уже окончили. Нет, я не говорю, что это образование надо как бы забыть. Почему? Можно учиться в Нижнем Новгороде, в Питере, в Москве, можно, но при этом надо возвращаться обратно. Кстати говоря, категория тех людей, которые уехали и хотели бы в глубине души вернуться, но не возвращаются. Знаете, по какой причине? Они не возвращаются. Потому что им стыдно вернуться с неудачи. То есть они там ничего не достигли, и им надо как-то сохранить лицо. При этом мы когда думали об этой проблеме, мы думали так, что если бы теоретически такой человек вернулся по приглашению, то тогда, ведь они там хороший опыт получили, там реально круче, это правда так. По чему приглашению? По приглашению какого-то известного лица авторитетного в Кировской области. Ну, например, условно, Никита Юрьевич пригласил бы каких-то людей, взял бы и пригласил. Лично, назад. Не обещая, может быть, даже никакие преференции финансовые, у нас их особо нет, этих финансовых преференций. То тогда человек бы вернулся на белом коне, он получил там образование, он получил там прекраснейший опыт, там правда опыт очень хороший можно получить, там люди круче по уровню, чем у нас, это тоже надо признать, продолжить себя, мы это тоже видим. И он бы вернулся, приносить пользу сюда, строить здесь, в будущем, в нашей лице. Вот я так считаю, что здесь можно все делать. То есть нужны только реальные действия, и надо избегать разговоров диванных вот этих, критиканства вот этого в соцсетях. Одного, этого мало, надо просто что-то делать еще. И в том числе и призывать не уезжать. Вот такие серьезные размышления Алексея Абжерина, руководителя клуба маркетологов Кировской области. И стекло время нашей программы. Спасибо, до новых встреч. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.